Более 15% россиян, уехавших из России после начала СВО, вернулись домой. К такому выводу пришли исследователи Эмиль Камалов и Ивета Сергеева из Института Европейского университета, пишет Financial Times. Это «Экономика главная». С вами Татьяна Вершигара. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам этого года может вырасти до 220 миллиардов долларов. Об этом в колонке для РБК написал в Рио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Он подчеркнул, что с января по сентябрь товарооборот между странами вырос почти на треть год к году. В денежном выражении это 35 миллиардов долларов, отметил Давыдов. Таможенное управление Китая ранее сообщило, что за треть квартала значение увеличилось более чем на 29%. В Рио главы ФТС заявил, что отметки в 220 миллиардов долларов товарооборот может достичь, если динамика роста сохранится. Чтобы поддерживать такую динамику, нужно быстрее внедрять новые таможенные технологии, реализуемые пока в пилотном режиме. Выпуск товаров в контейнерах с борта судна, перенос применения мер фактического контроля из железнодорожных пунктов пропуска на внутренние логистические терминалы, совместное с операторами портов развития технологии единого окна на морском транспорте, развитие технологии блокчейн. Такие предложения мы направили в правительство. В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем вырос на третий, достиг рекордных 190 миллиардов долларов. В Кремле называли Пекин ключевым российским партнером. Российская внешняя торговля уже фактически переориентировалась на восток и юг, заметил в Рио главы ФТС. В числе перспективных направлений, кроме Китая, он назвал Турцию, Азербайджан, Иран и Узбекистан. Новые партнеры замещают западные компании, которые покинули российский рынок. По данным Минэкономразвития, доля недружественных стран в экспорте из России к концу 2022 снизилась до 35%, тогда как еще в начале года занимала 58%. Соответственно, доля нейтральных или дружественных государств увеличилась с 40 до 65%. БКС предложил купить на вторичном рынке облигации Telegram, выпущенной в 2021 году. Брокер разослал инвесторам презентацию. Из нее следует, что клиенты позже смогут конвертировать бонды в акции, если компания проведет IPO. В таком случае обмен будет происходить дисконтом 10%, если листинг состоится до марта 2024, 15% если IPO пройдет до марта 2025 и 20% если до марта 2026. Если листинга не будет, то инвесторам в любом случае обещают погасить облигации в 2026 году. Ассоциация владельцев облигаций подтвердила РБК получение такой презентации, однако там обратили внимание на условия предложения для клиентов. В частности, в документе БКС сказано, что на момент заключения расчетного контракта базовый актив, а именно бонды Telegram, не приобретен. В слайде отмечается, в случае если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам будут возвращены деньги с доходностью в 3% годовых. Сам брокер от комментариев отказался, однако эксперты отмечают, что Telegram не делал никаких новых заявлений по поводу IPO. Аналитики полагают, что БКС скорее всего хочет купить облигации Telegram, а клиентам продать вторичные бумаги. И сама компания не имеет к этому никакого отношения. IPO Telegram это уже достаточно долго длящаяся история. Много раз были попытки привлечь инвесторов и частными размещениями, через облигационные займы и через крипто-платформы. Но пока это частная компания и буду надеяться, что новый игрок появится на рынке в открытом виде. И что просто какой-то очередной гигант из первой пятерки не поглотит эту компанию. Отмечу, что Telegram впервые разместил собственные пятилетние облигации в марте 2021 и привлек от инвесторов 1 миллиард долларов. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Размещение прошло по цене номинала в 1 тысячу долларов. В апреле того же года Telegram разместил еще выпуск облигаций на 750 миллионов долларов с такими же параметрами. Тогда ведомости писали, что компания может провести IPO до 2023 и рассчитывает, что его оценка составит от 30 до 50 миллиардов долларов. Размещение акций Henderson пройдет в диапазоне от 600 до 675 рублей за бумагу. Об этом говорится в сообщении, которое поступило в редакцию РБК Инвестиции. Такой коридор соответствует рыночной капитализации до 24 миллиардов рублей без учета дополнительной эмиссии. Хотя основную часть предложения на IPO составят акции, выпущенные в рамках доп.эмиссии. Компания оценивает этот пакет в 3 миллиарда рублей. По результатам листинга доля акций в свободном обращении может составить до 15%. Напомню, что сейчас основатель сети магазинов Рубен Арутунян контролирует 99,95% всех бумаг. Окончательная цена определится по окончании формирования книги заявок. Процесс начнется 25 октября, а на Мосбирже акции появятся уже 2 ноября. Курс доллара в моменте опускался ниже 93. Это максимумы за полтора месяца. Российская валюта укрепляется уже шестую торговую сессию подряд. Как отмечают аналитики, опрошенный РБК российскую валюту по-прежнему поддерживает октябрьский налоговый период. И в ближайшее время влияние этого фактора может усилиться. Напомню, что пик налогового периода приходится на 30 октября. Помимо налога на добычу полезных ископаемых, нефтяники должны будут оплатить налог на добавленный доход. Как подсчитали эксперты, НДД в третьем квартале составит около 700 миллиардов рублей по сравнению с 300 миллиардами в предыдущем. Кроме налогов на рубль, могли повлиять указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и повышение ключевой ставки. Напомню, что указ был подписан президентом 11 октября. С тех пор рубль укрепился примерно на 8%. Обязательная продажа коснется 43 компаний. Каких именно, неизвестно. Вообще известно мало. Например, что экспортеры должны будут в течение двух месяцев после получения валютной выручки зачислять ее на свои российские счета. И 90% от этих объемов продавать на внутреннем валютном рынке. Что касается ключевой ставки, то здесь большая интрига. С июля по сентябрь Центробанк повысил ставку с 7,5 до 13%. Дальнейший шаг регулятора неизвестен. Но большинство экспертов, опрошенных РБК, ожидают повышения до 14% на следующем заседании. На ожиданиях повышения, как отмечают аналитики, рубль тоже может укрепляться. Центробанк откроет тайную комнату. И нет, речь не про наследие Слизарина. Регулятор планирует создать закрытую комнату данных с расширенной статистикой. Доступ к ней будут иметь только научные центры и университеты. Об этой идее говорится в письме директора Департамента управления данными Центробанка Алексея Луковникова. В адрес российских научных учреждений и университетов. Это будет не сайт с закрытым доступом, а отдельное помещение Банка России. Поэтому доступ к данным можно будет получить только физически, а отчуждение информации будет невозможным. Состав доступной информации и сроки создания такой комнаты будут зависеть от интереса потенциальных пользователей. Отмечу, что Центробанк уточнил, что санкционные данные раскрываться не будут. Эксперты, опрошенные ведомостями, предполагают, что ученым будут раскрыты полные отчетности всех участников финансового рынка. Напомню, что сейчас они публикуются в сокращенном виде. Кроме отчетности, интерес для науки предоставляют данные мониторинга ЦБ по инфляционным показателям, исходники по моделям принятия решений в области ДКП и параметры управления международными резервами России. Газпром собирается сократить объем инвестпрограммы на 2023 год сразу на 14% до 2 триллионов рублей. Об этом монополия сообщила по итогам традиционного осеннего пересмотра параметров. Как пишет коммерсант, такое сокращение – большая редкость. Обычно госкорпорация утверждает инвестпрограмму на следующий год в декабре, корректируя ее в сторону увеличения расходов. Последний раз Газпром снижал инвестиции в 2020-м из-за пандемии. Текущую корректировку компания связывает с изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры. Зампред правления монополии Фамил Садыгов пояснил, что в новой редакции бюджета отражено сокращение поступлений от продажи газа из-за падения цен в начале 2023-го. В этом году Газпром не публиковал данные о прогнозе средней экспортной цены на газ, исходя из которой верстается бюджет. Согласно прогнозу Минека, стоимость не должна была упасть ниже 700 долларов за 1000 кубометров. Однако в реальности она оказалась существенно ниже. Теперь ведомство ожидает среднюю цену в 435 долларов за 1000 кубометров. Сейчас газ в Европе торгуется по 540 долларов. Отмечу, что инвестпрограмма Газпрома на 2023-й включает средства на развитие трубопровода «Сила Сибири» и его опорных месторождений, а также расширение Ямальского центра добычи. Компания пытается перенаправить экспорт в Китай и Турцию, а это требует больших инвестиций в инфраструктуру. Однако в этом году контракт на поставку топлива в КНР по «Сили Сибири-2» так и не был подписан. Поэтому закупка труб и другого оборудования пока что не требуется. На этом все. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...